Здравствуйте, меня зовут Поровикова Ольга Игоревна. Я врач-генетик, гинеколог, специалист ультразвуковой диагностики. Сегодня я расскажу, что такое овуляция, на какой день она происходит и как ее можно поймать. Данное видео снято специально для сайта с беременность.ру. Овуляция – это процесс выхода яйцеклетки из созревшего фолликула на яичнике. Когда фолликул достигает размера около 2 см, он лопается. Яйцеклетка попадает в брюшную полость, где захватывается маточной трубой. А уже в маточной трубе, при благоприятных обстоятельствах, она оплодотворяется сперматозоидом. На месте лопнувшего фолликула образуется так называемое желтое тело, которое выделяет гормоны, которые необходимы для поддержания потенциальной беременности. Без овуляции невозможно наступление беременности. Именно день овуляции является наиболее благоприятным днем для зачатия. На какой же день она наступает? У разных женщин этот день может отличаться. Овуляция происходит за 14 дней до менструации. Соответственно, если менструальный цикл длится 28 дней, то овуляцию мы ждем на 14 день. А если цикл длится 35 дней, то овуляция будет только на 21 день. Как же определить овуляцию? Некоторые женщины чувствуют ее. Некоторые могут определить день овуляции по изменению своего состояния. Меняется настроение, начинают увеличиваться и болеть молочные железы. Меняется выделение с половых путей. Они приобретают вид сырого яичного белка. Есть метод определения овуляции по измерению базальной температуры. Но этот метод уже устарел из-за сложности его проведения, необходимости ежедневных измерений и сомнительных результатов. Сейчас есть более точные методы. Один из них это мочевые тесты на овуляцию. Они направлены на определение концентрации гормона, который повышается при овуляции. В этот день на тесте будут две яркие полоски. Но самый точный информативный метод это УЗИ. Именно по УЗИ мы можем определить готовность матки и яичников к беременности, оценить работу желтого тела, достаточно ли толщина эндометрия. Овуляции могут иногда сдвигаться даже у женщин с регулярным менструальным циклом. Могут быть ранние, так и поздние овуляции, что делает календарный метод контрацепции очень ненадежным. У некоторых женщин овуляции не происходят. Такое состояние требует консультации кушера-гинеколога и лечения. Практически у всех женщин периодически могут отсутствовать овуляции. Это не несет в себе опасности. Если вы планируете беременность и боитесь упустить день овуляции, рекомендуется отжить половой жизнью раз в два дня. При таком режиме вероятность зачатия самая высокая. Желаю своим зрителям успешных беременностей, счастливого родительства. Все вопросы вы можете задавать под этим видео, либо на сайте беременность.ру. До новых встреч на канале Счастливая беременность. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова